Наверняка многие из вас думают, что в Краснодаре два или три футбольных клуба, но, смею вас уверить, их гораздо больше. Но большинство из них это клубы любительские. И на турнире таких любительских клубов сегодня побываем мы с вами. Ребята уже тренируются за моей спиной, а это значит, что скоро мы начинаем. Всем привет, друзья! Это Футбулс. Сегодня 7 апреля и у нас турнир по мини-футболу, приуроченный к дню рождения МПК ЦСК город Краснодар. И рядом со мной, как вы понимаете, представители этого футбольного клуба. Да, конечно, это сложно болеть за футбольный клуб, который находится не в твоем городе. Но это наш выбор, это наша судьба. Мы не можем пойти болеть за Кубань, за Краснодар. Потому что в сердце у нас один клуб, и мы остаемся ему верны. И для того, чтобы как-то сделать этот город более красно-синим, мы создали этот клуб. Выступаем в любительских лигах, в премьер-лиге по мини-футболу. Допиваемся успехов и стараемся показать, на что мы способны. Слушай, а вот это же, наверное, сложно, да? Вот любительский клуб, нет денег. Что вас мотивирует для того, чтобы заниматься этим? Конечно, тяжело, потому что все это содержание идет со своих денег, это зарплаты, выделяешь все это, сюда тратишь. Поэтому это очень тяжело. Но будем стараться, будем делать, привлекать спонсоров, чтобы уже, может быть, хотя бы формы не покупать. А нам уже спонсоры оплачивали форму, заказывали. Помимо футбола, вы еще и занимаетесь какими-то благотворительными акциями? С Краснодоком я видел, да? Да, ЦСКА это не только просто футбольный клуб, это одно крыло общего названия ЦСКА. Мы помимо того, что просто играем в футбол, мы поддерживаем основную нашу команду, поддерживаем женский футбольный клуб, баскетбольный, хоккейный. Мы также посещаем матчи наших основных команд. Мы занимаемся благотворительностью, это является одной из главных частей нашего клуба, нашего этикета, нашей теории и традиции. Потому что мы не можем оставаться в стороне, когда столько проблем в нашей стране по поводу тех же и бездомных собак. Мы неоднократно проводили турниры в поддержку бездомных животных, собирали корма, сотрудничаем с приютом для животных «Краснодок». Буквально этой зимой мы устраивали также благотворительный турнир. Среди болельщиков ЦСКА собрали несколько пакетов игрушек, вещей, необходимых товаров и отвезли их в детский дом. Еще вопрос тогда к каждому из вас отдельности. Почему именно ЦСКА? Ну, это уже было так. Настолько давно уже ЦСКА болею, потому что сложно сказать. Ну что, я начал болеть еще в школе. Это 90-е годы были. Тогда все болели за «Спартак». Просто как бы протест, наверное, поэтому ЦСКА. А после первого выезда уже и подавно. Только ЦСКА. У тебя как? Ну, я ближе к 2000-м родился, поэтому у меня не такой большой опыт. Я помню, был маленький, постоянно гонял футбол. И первая моя футболка была из Олища. Девятый номер. И так совпало, что в этот день играл как раз ЦСКА, и Олищ оформил дубль. Ну, и выбор с командой пал сам собой. Ну что, друзья, вот вы слышали о ситуации с любительским футболом в городе Краснодар. Идем на турнир. Если ты запутался в путь, где и в какую сторону идти, Ты решить никак не можешь сам. Обратись за помощью к друзьям. И тогда, возможно, ты поймешь, кто раскроет правду, а кто ложь. Кто поможет сделать шаг вперед, а кто лишь в обрыв тебя столкнет. Подумай, кто твои друзья. У нас матч МПК-ЦСКА-Мазан-Би. За Мозамбик играет Легионер. Топарень футболки по СЖ. Вот он, Легионер. У нас без Легионеров, судя по всему. За кого болеешь? Ну, я за Мозамбик. Сейчас играю. Ну, сейчас счет 0-1. Скоро будет поменяться. Выиграй. Выиграйте, да? Следуйте. Давай, Пельченко. О, 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 о. 3-0. Три команды, две группы, два тайма по 10 минут, дальше третья с третьим играет, вторая со вторым и общий финал. Кстати, вы можете наблюдать, как идет трансляция наших матчей. Покажи, как мы транслируем наши матчи в социальный медиа ресурс клуба. Сразу на два, да? Легионер, легионер! Играй, играй, играй! Можно играть? Или ты играть? Скоро, не cumin, галенький. В endе сына. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Давай! Ох! Ратай тоже, что? Раздёртся! Молодец, красивый. Молодец. Все-таки черные ребята любят баскетбол больше, чем футбол. Осталось чуть меньше трех минут. Без шансов. Счет 10-5. Конечно, доволен. Игра не тяжело удалась. Были посложнее игры. Силы еще остались на следующей игры? Это монстры, роботы. Посмотрели. Привет, меня Эдди зовут. Сегодня ты играешь за команду Базенбика. Да, да, да. А сам откуда? Ну, сам из Мозамбика тоже. Я просто видел, что у вас легионеры играют. Из Кот-Дивуара парень, да? Ну, да, да, да. Одно и то же из Мозамбика, Кот-Дивуара. Как бы одна страна. Первый раз у вас такие турниры проводятся или нет? Нет, нет. Уже забыл, сколько раз у нас уже были такие турниры. Может быть, уже 10 или больше. Часто у нас такие турниры. Ты учишься в Краснодаре и вот любишь футбол, получается? Ну, да. Это футбол, это жизнь, движение, все такое. А футбольный клуб Краснодар хочешь на стадион смотреть? Да, конечно, смотрю. Ну, еще вчера смотрели. Ну, слава Богу, не выиграл. Кое-как, да? Как вообще тебе играли? Мы делали выпуск. Кто-то мячом попал в дверь. Да, испугался. Сил был, да. Как тебе вообще матч вчерашний? Ну, нормально сыграли ребята. Они очень хорошо играют. Но иногда им не везет вообще-то. Но они прекрасно играют. Это всем известно. Ну, тоже удаление Петрова. До этого Кабаре удаление. Вот, вот, вот. Ну, как я говорил, не везет им. Ты вообще следишь за футбольным клубом Краснодара? Да, конечно, конечно. Нравится этот клуб. Здесь живу, придется смотреть. Ну, я думаю, что не просто придется, но и клуб сам достоин. Он повез красивую игру. Да, конечно, 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 конечно. И не только. Там есть еще, ну, Жон Зинью играет за Краснодар. Ну, уже нет, он уже перешел. Да, играл, играл за Краснодар. То есть, он из Бразилии. Да, я с ним познакомился, потому что он, ну, на португальском говорит. И мы тоже на португальском, как бы. А, у вас тоже португальский язык. Да, португальский язык, да. То есть, я, ну, из этого тоже клубе нравится. Да, и сейчас у нас Ари, Вандерсон, получается. Да, вот, вот. Из Бразилии. То есть, язык общий. Из этого тоже слежу за Краснодар. Да. 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 Силы остались на следующем матче? Да, еще две игры. Ну, давай. Ну, давай, отдыхай. У вас сколько, получается, игр уже? В игре две сыграли. Две сыграли для победы. Да, пока отлично. Да. Это у вас последний сейчас будет? Я так понимаю, финал. Финал. Вы вышли в финал. Да. Поздравляю. Спасибо. Еще один финалист, да, поздравляю. Спасибо. Силы остались? Естественно, финал уже впереди. Да, ответственно. Сегодня мы организовали такой мини-турнир по футболу среди молодых в поддержку борьбы против депрессии среди подростков и молодежи. Против депрессии? Вам кажется, депрессия – это серьезная проблема? Да. Депрессия считается наиболее распространенной болезнью, которая как хуже, чем онкология, так и как рак, которая вообще не… она не проявляется так сразу. То есть человеку он никогда не скажет, что ему плохо, что ему трудно, что ему как, ну… в общем, что ему нужна помощь, он не признает никогда эту помощь. И мы помогаем таким людям и тоже за здоровый образ жизни, чтобы молодые занимались спортом, вели правильный образ жизни, вот против наркотиков, против вот всего того, что как… А у нас, друзья, тут уже финал. Мини-футбольный клуб ЦСКА и футбольный клуб ЦСКА у болельщиков вышел в финал. Вот интересно, как сложится их противостояние такое дружеское. Матч только начался, пока 0-0. Матч-корбольный клуб ЦСКА Матч-корбольный клуб ЦСКА Матч-корбольный клуб ЦСКА Если ты запутался в пути И в какую сторону идти Ты решить никак не можешь сам Обратись за помощью к друзьям И тогда, возможно, ты поймешь Кто раскроет правду, а кто ложь Кто поможет сделать шаг вперед А кто лишь в обрыв тебя столкнет Подумай, кто твои друзья В этом мире Скид судьба свела тебя не зря И мир стал шире Сказо горит, зон, готов идти Ради света Что поможет вовремя найти Все ответы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова